Так, Владимир, ты расскажи, как встречал Надежду-то сегодня Васильевну? Ну, я встречал-то вчера, это без 10-11 приходит поезд, вот, ну, на машине вот с Благартом Николаевым съездили, встретили Надежду Васильевну с поезда. Засняли, нет? Нет, ничего не снимали. А что же так? А мы обычно не снимаем Надежду Васильевну. Это можно было заснять-то, как вылазить и вытаскивать ее оттуда. Вот, вот, беремщик, на сколько раз говорю, а то не надо, выкинешь где-то, а то уже никогда не восстановить этого. Ну, в этом дело, сколько тебя не было здесь по телевизору? Ну, сколько, с пятого часа. Ну, громче, я сказал, говорить громче. А потом, когда смотрят, все, ой, я не так сказала, да я сказала, не слышал. Ну, сейчас я предупредил говорить громче, все равно, даже рядом сижу, не разбираю. Как Володя сейчас считал, вот, с Алтырева, так и говори. Десять дней? Сколько? Десять. Десять? Ну. Да, я считал, что ты больше была там. Ну, и что там ты делала в Барнауле? Ну, что мы ходили по инстанциям с Львов Николаевны, она там все решали. Потом пошли перед судом, пошли в Краевой суд и такой толмур, 226 страниц, дело наше. Все это пересмотрели, перечитали. 226. А о чем это? Они писали, мы писали. Мы тут писали, это же совершенно никакой. Не надо. Что писали? Мы писали жалобу, апелляционное заявление. О чем? Коротко, одним словом, о чем речь идет? Убили кого-то там, своровали. О том, чтобы нам выплатили полную сумму, не частично, а полную сумму за комнату. У меня же она приватизирована была. Где это? Ну, можешь сразу сказать. Где она? В каком месте? Вторая строительная, 62. 16. И что там в этом доме, 62? Ну, барак ломают. Уже почти весь сломали. Крыши, окна, двери все убрали. И вот, кто там остался в Живле, многие умерли уже, сосед наш умер в другом подъезде. Ну, в общем, много очень умерло. Другие купили себе квартиры, перешли. А кто оставался, тем взамен былушные комнаты дали. А на энную сумму, сколько там, прокурор назначила, одну 250, но, говорит, вам может добавят, потому что кадастровые повышаются, квадратные метры повышаются, а они ничего, они занизили все. Ну, польза была, что ты там была? Ну, конечно, а без меня никак нельзя. Даже Любовь Николаевна не надо было на суде присутствовать, только я. Ну, и чем закончилось все? Ну, и закончилось тем, что они сказали, пять дней, в течение 15 дней вы можете подавать на... Пересуд. На пересуд, да. Ну, это был краевой, я когда спросила у этого, у своего, у Север-адвоката, я говорю, стоит ли нам еще раз подать? Он говорит, нет. Они, говорит, ничего не прибавят, ничего не сделают. Они слишком много хорошо получают, чтобы еще заниматься вами. Не махать. Не махать. Прокурор. Вызлежит указанку. Прокурор. Так, и что, заплатят или не заплатят? Ну, как же заплатят? Только вот в течение месяца будут рассматривать, то есть, когда решение выйдет. Решение. И сколько там? Ну, по 470 нам с тобой будет. Сколько? 940. 640? 940. 940 тысяч. И куда ты эти деньги решила? Гавриилу. Гавриилу. То есть мы бы бьемся не за себя. Это наш барак. 26 лет мы там жили. Приватизировали, все как надо было. И все эти годы платили, платили. заводу, там вода и нет. Там никого нету, закрыто. Но все время высчитывают и ничего нельзя сделать. И до сих пор. Мы вот ходили на днях с Любовью Николаевной вчера, вот с утра ходили еще электросеть, чтобы полностью закрыли нам. Задача одна, обобрать тебе, не тебе отдать, и отдадут или нет, еще неизвестно. Так еще что? На 26-е назначили капитальный ремонт и с меня высчитывали, потому что у меня комната приватизирована была. На какое число ты назвала? 26-й год. 26-й год, 26 от везде. 26-го у нас сейчас суд будет. И главное на 26, в последнее время все там сообщения, на цифру 26. Вот интересно. А барак, я говорю, уже разваливается. У нас, пока мы жили там 30 лет, до 13-го года, Любовь Николаевна еще там была. они высчитывали с нас постоянно. И вот за этот, что на 26-й год назначили капитальный ремонт, из меня высчитывали. Я говорю, так доживу ли я до 26-го года еще? Не знаю. Это одно... Ну ладно, все, это определенно отмахнули, если отдадут, то не отдадут. Я тут... У нас тут что? Вчера мы были на Рыщевском пруду, У меня с тобой был аппарат. И отходя, мы где-то планируем такое, чтобы если что-то случится, чтобы сохранилось. И я его тут положил, травой прикрыл, а телефон к Володе был там, на сохранение. И когда вернулся домой, то я отсунулся. Да как так? У меня же нет. И тогда вспомнил. Я же так оставил там. Ну, вернулся, но теперь еще пойдет дождь, и что откладывать-то? Ну, я себя уже проверил, забежал домой, к Володе, нигде нету. Нету. А у меня в тобой как находится там, я не знаю, пожарная или какая военная такая сумочка из материи. Но я съездил туда, взял и вернулся обратно. И посмотрел. Ушло 12 минут. 12 минут. Понимаешь? На машине и съездил за 12 минут. Пока проверешь право. Сера-то я съездил где-то. Вот так. Сейчас готовимся насколько возможно. Батюшка никак не хотел. Я выезжаю. А ему раз письмо пришло. И сразу все. Раз письмо там должен быть на суде. А остальное будет видно. Я там написал. Я говорю, вы высчитали с нас 25 тысяч рублей. Это мне 2 месячных пенсии. 12 тысяч у меня. 2 месяца я не должен ни пить, ни есть, ни за квартиру, ни денег, ни рубля. И все. Вы взяли все. И теперь еще. Мне лучше. А у них там так. Могут дать срок. А могут только опять наложить еще что-то заплатить. Я говорю, мне легче отсидеть. По крайней мере, в тюрьме накормят. А вы мне отнимаете, если мне в рот положить нечего. Вот это хочу им дать. А в мальчики на каждом шагу. И главное, что мы делали, делали, выполняли решение корпуса депутатов. Строили. Не себе. Господь возрастил для нас тут. Им даже рта раскрыть нельзя. А нет. Каждый год юристов выпускают. И надо дать место им. Как Солженицын в архипелаге ГУЛАГ пишет. Они арестовывают. И дальше в высшие стоящие инстанции в передателе столько, что необходимо увеличить штаты. И вот в круге первого показано. Стоит там Абакумов и со Сталином говорит. Обнаружены новые враги. Где? В Духовной Академии. В Духовной Академии? Он так. Товарищ Сталин, вернуть бы надо смертную казнь. Вернем, вернем, вернем. Ну а то сейчас. А какие сейчас строки дают? Студенты там тоже бунтуют. Десять лет. Да десять лет это детский разговор. Двадцать пять должно быть. Это Сталин ему говорит. На двадцать пять лет. Ну полжизни человек должен быть. А за что? Ложное обвинение. Потом все будут реабилитированы. Это очень красочно все так поставлено где-то. А этот который там звонил, показывает там. Это он сообщил томатом любого они все счастежи воровали. Да что с ним сделать? Иуда. Ну мы посадили. Мало его жечь на гренаде. Вот вообще. Все посади. Как будто никогда этого не было. Ни строя этого проклятого. Нет антивласти коммунистов. Людоедов. Вот у меня отнимают допустим они пенсию. А в Библии написано отнимающий хлеб у бедного кровопийца. Это кровопийцы. И они же ничего не создают. Им надо где-то брать, оправдывать. И которые сидят там эти вот они из этого квартиры высчитывают. Себя оправдывают. Часть себе переводится у них. Почему? Здесь не надо никому делать. Вот Игорь Варабаш не вылазит с поля. Комбайны работают. Машины отводят. И что они начинают? 5 рублей килограмм из меня. 5 рублей. А даже в горючие не возвращаются. Обманывают. Это называется интервенция против труженика сельского хозяйства. Труженика сельского хозяйства не трогал ни Чингисхан, ни Мамай, ни Наполеон, ни Гипптор. Есть тогда всем, чтобы работали. А эти свои уже уничтожали. Как-то Сталин беседовал и говорит, когда в Тегеране собирались, честь спросил, а во что обошлась коллективизация? Он говорит, после кинул руки растопырил, 10 миллионов. Сегодня показывали 12 миллионов. Вот арестовывали, 7 семейств, из маленькой деревни потеряю. сель, а что кулак. А почему? Работника держал, кто-то был. Работник и безработника один, еще ты не сделаешь. Вот ребята работают сейчас, все, Игорь, уже кулак. Ну и отсылали, отсылали, где, как рассказывала Мария Ивановна, Ксения Ивановна. Взяли, отвезли, скинули. Ничего, ни инструмента, ничего нету. Пачками выбирали. И куда? Да никуда. Похоронить даже землю выдолбить нечем. Это своих, это военные среди везде. А кто виноват? Когда дальше ты начинаешь смотреть, враг народа, враг народа. Я пришел к выводу, что наши священники не ущили народ, они враги народа. И в этой фразе заключается вся эта трагедия. Ты должен быть полезен не только для себя, а для окружающих, для народа. Вот это исследования какие. Я сейчас ухожу. Так, уже без десяти шесть помолиет. Вот. И потом все, ты никуда не ходи, сиди здесь, сейчас занимайтесь, считайте, на кухню уходите, свет жечь не надо. Там Володя занимается, и хлеба нет, стряпать может будет. и домой к тебе не надо идти пока, здесь все есть. У тебя нет этого здесь готовить специально, зачем печь, дрова, когда все здесь есть. Наказ тебе на будущее. Пока ничего не меняется, 10 октября думаем, двинемся отсюда. Как сумеем, нет. вот я ездил сейчас пшеницу голубя мать злимую на проверку. У меня все засохло, ничего нету. Чисто. От клеща лекарства. А поехали что, разрезать и вырезать. Вырезать ее оттуда. А Виктор Андреевич доехали до Ребрихи, только говорит, снимок-то мы сделали, он показал там специалисту в краевой больнице, тот сказал, ничего этого не надо. и Елене Анатолиевне барабаш скинули. Что делать? Ложка столовая полная, которую едим, соли на полстакана теплая промывать. А потом там лонь какая-то не выговоришь лекарства. И все это заклеивали. И ни разу она не сорвалась. И занимался Володя и Иван Гребенюк. Вот так. Все, я пошел. Прости Христос. Аллилуйя. С Бога. Туда выключайте все. Славим Господь тебя. Сегодня у нас 20-е по-моему сентября 20-26 года вторник. Бога слава посидел маленько ты.